Дело в том, что новая газета сегодня публикует историю о том, как Единая Россия обманула. Обман связан не с политическими обещаниями, а с более материальными моментами. Владимир Роменский узнал подробности. Володь, минута. О массовых фальсификациях свидетельствуют данные, которые сегодня приводит новая газета. Если бы не человеческая жадность, то вероятно этот случай нарушений так и остался бы неизвестным. Просто кандидат от Единой России Александр Савельев Салаев, прошу прощения, не заплатил тем, кто за него голосовал, притом не один раз. И притом не на одном участке. В издании опубликовано пять отчетов, составленных руководителями групп вброса. В документах указываются все персональные данные исполнителей, время приездов на участки, вбросы бюллетеней и так далее. Всего, судя по отчетам, попавшим в новую газету, карусель добавила Салаеву 967 голосов. Согласно посчитанным циклам голосов, голосам Салаев набирает 55% и проходит законодательное собрание Санкт-Петербурга. Красноречивее всего в данной ситуации говорят слова самих фальсификаторов, которые обращаются к своему кандидату, за которого они голосовали. «Я, Станек Юля, требую денег за мою работу, я за вас голосовала 12 раз», — говорится в тексте, который был направлен Салаеву. «Человек, выдававший бланки, 20 минут одному из моих людей выдал бланк, постоянно нервничал, показывая, что он делает что-то не то», — говорится в описании голосования на другом участке. «Мы свою работу выполнили, проголосовав 12 раз. Это уголовное дело, и всего за 6400 рублей вы даже этих денег заплатить не можете. Как вы собираетесь править страной, если вы даже не смогли нормально себе обеспечить подтасовки?» «Если эти факты окажутся правдовыми, то здесь, конечно же, уголовное дело. Уверен руководитель рабочей группы по мониторингу нарушений в период избирательной комиссии Гатаров. Так, сколько по этой статье? Какая статья? Наказание какое? «Это уголовная статья. Я вот точно сказать, какие сроки они определяют, не могу. Будем слушать хрип, что считает Гатаров, и как он считает наказывать своего...» «Давайте очень коротко. Давайте послушаем, что говорит Гатаров». «Время, что можно придумать что-то, и это окажется на первой полоте. Новый газ, здорово-здорово, написал какую-то судьбу. Вы поймите, либо надо в прокуратуре тогда разбираться, пригласить этих людей, снять в них показания. Если эти показания подтвердятся, то заводить уголовное дело на того человека, который это сделал. Но это индивидуальная история, это отдельный кандидат мог сделать, который там был заинтересован в том, чтобы пройти, наверное, да. Давайте переводить уже от слова в юридическую плоскость. Если этот факт подтвердится, это не просто там какая-то спланированная провокация его оппонентов, ну, пускай отвечает тогда». «Руслан Гатаров, нынешний сенатор, а в прошлом, если я правильно помню, лидер молодой гвардии».